Примерно так я выглядел на четвертый день этого челленджа. И это неспроста. Все началось 22 апреля. Я спокойно выполнял очередную миссию Fallout 4 и внезапно мне пришла грандиозная мысль. Ядрить мой корень. Я хочу создать свою игру. Эта идея была прекрасна во всех смыслах, кроме одного но. Я понятия не имею, как это делать. Чтоб вы понимали, все мои навыки программирования заканчиваются на создании таблиц в экселе. Вообще, взглянув на любой код любой программы, у меня складывается ощущение, что чей-то код просто прошелся по клавиатуре и бац, на экране появился киберпанк. Магия не иначе. Я решил овладеть этой магией и попробовать создать свою первую игру за 7 дней. Ставь лайк, подписывайся на канал, а меня зовут Серый и я возьмусь за дело. Я уже рассказывал, что когда я учился в школе, в будущем я мечтал писать игры. Мечты сбываются? Ни хрена себе. Поздравляю. Спасибо. А ты уже придумал, кем ты будешь, когда вырастешь? Некоторые люди тратят тонну времени, чтобы понять, чем они хотят заниматься, и в итоге бац, им по 50 лет. Но ты не ссы. Вместо того, чтобы тратить время на раздумья, можно пройти бесплатный курс по профориентации от Skillbox. Skillbox это образовательная платформа, где ты сможешь получить востребованную профессию будущего онлайн, стать специалистом в маркетинге, дизайне, программировании, создании игр, музыке и еще сотни крутых востребованных профессий, о которых ты даже не представляешь. Если хочешь получить крутую современную профессию с большой зарплатой, то Skillbox это лучший выбор. Курсов там нереально много, и на самом деле выбрать подходящий может оказаться трудно. Или нет? Ведь Skillbox запустил целый бесплатный курс по профориентации, с которым подобрать профессию по душе будет легко и интересно. Сначала тебе предложат пройти тест и получить персональную подборку профессий. Далее ты решишь несколько практических заданий, дабы попробовать профессии на своей шкуре. А в конце тебе помогут выбрать то самое направление мечты. Нет, конечно, ты можешь потратить сотню лет на то, чтобы перепробовать каждую профессию лично, но это же пустая трата времени. Пройти курс по профориентации от Skillbox можно всего за один вечер. При этом он бесплатный, а каждому, кто его пройдет, Skillbox дает скидку целых 60% на обучение по выбранной профессии. Выгодно. Кстати, обучение в Skillbox проходит целиком онлайн, а после прохождения курса тебе помогут с трудоустройством. Звучит как отличный план, ага. Переходи по ссылке в описании или сканируй этот QR-код и регистрируйся на бесплатный курс по профориентации от Skillbox. Главное не тупи. Ссылка в описании. Первым делом нужно было решить, на чем писать игру. Вариантов было реально много, но учитывая, что в любом из вариантов я абсолютный ноль, выбор тупо не имел никакого значения. Поэтому я выбрал Godot, просто потому что на ярлыке нарисована балдежная морда. Да, это все, на что я обратил внимание. Теперь нужно было придумать идею будущей игры. Стоит понимать, что создать новую GTA за 7 дней невозможно. Поэтому это должна быть небольшая инди-игра с минимальным набором механик и простой графикой. Дабы быстрее придумать, я решил использовать легальный допинг, а именно чашку кофе. Ммм, как вкусно! Правда, это не помогло. Ладно, шучу, это помогло. Итак, вот мой план. Это будет 2D-платформер в средневековом стиле. Главный герой окажется в джунглях, дабы найти затерянное сокровище короля Лича. А на его пути окажется армия мертвых, готовая разорвать любого, кто прикоснется к их золоту. Короче, придется бить скелетов, собирать монетки и не умереть. Банально? Согласен. Но я подумал, что для первой игры это отличный вариант. Перед тем, как начать создавать игру, я решил немного поиграть в лучшую игру этого жанра. А именно в террарию. Я хотел провести там буквально часик-другой. Но вышло так, что я играл в нее весь день. Эй, йоу, доброе утро, добрый день. Вчера я почти весь день играл, а сегодня я начинаю делать свою игру. Ну все, включаем гайды и поехали. Заходя в любую игру, первое, что мы видим, это меню. Поэтому с меню я и начал. Итак, по сути, меню это просто картинка с кнопками. А значит, мне нужно создать квадрат, на который можно будет нажать. Первым делом для обычного меню я закрафтил кнопку. Зацените, я сделал кнопку балдеж. Потом сделал такую же. А также намутил такой фон с джунглями. Он двигался и выглядел круто. А сделать его не составило труда, учитывая, что я тупо смотрел гайд и повторял. А далее нужно было соединить все нарисованные элементы с помощью кода. На первый взгляд звучит как раз плюнуть. Но на самом деле, если ты ни разу не занимался программированием, написание одной строчки может повергнуть тебя в панику. Мне было абсолютно ничего не понятно. Anyway, я тупо гуглил, как прописать то или иное действие и повторял все то, что говорил чувак в интернете. Ни больше, ни меньше. В итоге, спустя первый день у меня появилось меню. Зацените, это меню! Оно работает и буду чистен, я в диком восторге. Ну все, увидимся завтра. Во второй день я сходу взялся за создание своего первого уровня. Но! Появилась первая проблема. Если ты решил создать игру не из точек и полосок, то тебе придется где-то находить текстуры будущих персонажей и объектов. И тут существует два выхода. Либо найти художника, который за пачку доширака нарисует вам красивую картинку. Либо стыбзить готовую картинку из интернета. Программист это человек, который заставляет картинки двигаться и функционировать. Они создают целые вселенные, в которых ты можешь летать на драконе или купаться в лаве. Рисовать картинки это не для них. Поэтому стыбзив готовые макеты для создания, я потратил около часа на то, чтобы из них нарисовать свой первый уровень. Зацените! Это окутанные тайной джунгли, плотные заросли которых хранят в себе тонну сокровищ, заиметь которые жаждет каждый искатель приключений. Пока что здесь нет ни золота, ни монстров. Зато я добавил кучу разных приколюх. Дерево, дерево, еще дерево, старый кусок дома, несколько больших коробок и кучка. В целом получилось неплохо. Вообще, научившись добавлять один объект, по тому же принципу ты сможешь добавить еще тысячу других. И сделать, например, деревянного монстра. Только зачем? Непонятно. Третий день. Я решил посвятить созданию персонажа и мобов. Как и подобается любому уважающему себя программисту, спрайт для персонажа я стыбзил. Знакомьтесь, это воин Арто. У него пепельные волосы, сапоги от Юдашкина, меч и щит. Имя ему я придумал рандомно, и именно он станет главным героем нашей игры. Я добавил его в программу, запустил мир и произошел казус. Уи! Упс, ща починим. Готово. Далее я включил гайд на ютубе и начал делать персонажа живым. Нужно было научить его двигаться и добавить анимации, дабы все это выглядело приятно. Спустя примерно еще целый час и несколько съеденных конфет персонаж был готов. Короче, это просто нереально. Зацените. Теперь я могу бегать, прыгать и это все выглядит неплохо. Добавляя каждый новый элемент в игру, я вознаграждал себя конфетой. За весь третий день я схавал целый пакет конфет и ни о чем не жалел. Также в третий день я добавил первого враждебного моба. Зацените. Это скелет костям. Выглядит сочно и страшно. Имеет тяжелую булаву и любит витаминки с кальцием. Ему, как и себе, я добавил пару анимаций ходьбы и прыжков и заставил скелета бегать за мной. Теперь это мое домашнее животное, которое ходит за мной по пятам и просит похавать. Это все. Опа. Доброе утро. Ммм, как вкусно. Всем здрасте. Как дела? Сегодня четвертый день разработки своей игры. Меня все еще зовут Серый и я пошел. Четвертый день я начал с того, что составил список элементов, которые хочу добавить в игру. Список получился довольно большой и я не думаю, что смогу сделать это даже за месяц. Первое, это монеты. Я хотел добавить сокровища, которые будут спавниться в рандомных точках карты. Сначала я нашел крутые текстуры, далее прописал кучу строчек кода, съел молочный ломтик и в итоге эти монеты тупо не работали. Ура. Дабы найти решение, я прошерстил интернет в поисках ответа и нашел священный Грааль. Оказалось, что если что-то конкретно не работает, каждый программист достает из-под стола бубен и начинает танцевать. Короче, у меня ничего не работало. Я тупо перезапустил компьютер и знаете что? У меня все заработало. Если это не магия, то я не знаю, что это. Получается, что каждый программист это лекарь, маг, астролог, музыкант, шаман и тому подобное. А монеты теперь можно было собирать. Балдеж. Следующие пять часов я то и делал, что смотрел гайды и добавлял мелкие детали в игру. Еще я ел. Обожаю жрать! На пятый день, дабы играть стало интереснее, я решил заставить моба делать хоть что-то, а не просто бегать за мной по пятам. Поэтому я научил его махаться булавой. Короче, я сделал так, чтобы мой скелет мог меня побить. Го протестим. Блин, надо уменьшить ему дамаг. Ага. Теперь мой питомец пытался меня убить. Дабы ему противостоять, я добавил возможность моему персонажу махать мечом и ставить блок. В теории, можно было добавить себе гранатомет или костюм железного человека, но я подумал, что это будет конкретный дисбаланс. Вообще, добавляя ту или иную механику, я все время сталкивался с какими-то ошибками и тратил по несколько часов на их решение. Теперь игра выглядела как махач один на один и победить в нем не составляло проблем. Это все выглядит как типичный махач со своей кошкой. Сначала вы просто ходите друг за другом, а потом устраиваете жесткий файтинг. Победить в котором проще простого. Поэтому я добавил в игру лютого хардкора и заставил врагов спавниться один за другим, что в итоге превратилось в битву с целой ордой. Нет, 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 что? Ха-ха-ха-ха, подождите. А-а-а, хелп, твою мать! Что это? Что это? На шестой день я решил выпустить первое крупное обновление и увеличил карту в два раза. Помимо простого увеличения, я добавил кучу разных платформ, что позволяло проще маневрировать от врагов. Все это у меня заняло целых 4 часа, и я дико устал. Обычный программист это гений, чье айкью примерно 2 арбуза плюс 14 умножить на 33125, способный программировать 25 часов в сутки 8 дней в неделю. Я же все время ходил к холодильнику в надежде, что там заспавнится новая еда. Делал перерывы на шорцы и на беготню за своими кошками. Энивей, получилось так, что я мог просто залезть на самый верх карты, налить себе кофейку и рофлить с видосов, пока толпа болванов тупо таращится на мою физиономию. Поэтому весь оставшийся день я потратил на то, чтобы научить их прыгать ко мне. Знаете, бывает пишешь код и бац, оказывается, что он весь на русском языке. Ой, блин. Да елки. Во, балдеж. И на этом моменте игра стала сложной, как Дарк Соулс. Ой. Во. Закусочная. Сосисочная. Эй, йоу. И сегодня уже седьмой день разработки игры. И сегодня я добавлю в свою игру звуки. Весь седьмой день я потратил на добавление звуков в игру. Буду честен, это нереально увлекательное занятие. Музыка в меню, звуки кнопок, взмахи мечом и еще куча мелких звуков, вплоть до хруста костей. Некоторые из них я записывал сам. Звук меча. Получение урона. Звук скелета. И в итоге, спустя целый день непрерывной работы, игра заполнилась звуками. На этом я решил закончить. Спустя 23 выпитых кружек кофе и примерно тысячу ударов головой об клавиатуру, игра выглядела как что-то полноценное. Да, согласен. Если заняться ею всерьез, добавить несколько уровней сложности, оружие, мобов, сюжет, драконов, принцесс, можно сделать из этой игры 2D-шный Скайрим. Но мне впадлу, если честно. Короче, зацените, что получилось в итоге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом все. Спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий. Я обожаю читать комменты. Ну все, всем удачи, всем пока.